На любительских фотографиях мы часто видим на портретной фотографии блики. Чаще всего эти блики вызываются применением фотовспышки. Давайте в этом уроке научимся удалять, вернее ослаблять блики на лице. Доброго времени суток! Меня зовут Накрошаев Олег. С вами сайт Photoshop Сундучок и канал фишки Photoshop. Итак, давайте приступим. Я создаю дубликат слоя Ctrl J и мне надо выделить блики. Давайте я это сделаю с помощью команды цветовой диапазон. Она находится в меню выделения, цветовой диапазон. Когда вы откроете эту команду, у вас скорее всего будет выбрана возможность использовать образцы. То есть пипетки. Раскроем этот список и выберем подсветку. У нас два движка, разброс и диапазон. Разброс позволяет нам включить все большие области подсветки, то есть яркости. Давайте я уменьшу и поставлю где-нибудь ближе к 20. Моя задача выделить только блики. И с помощью диапазона мы с вами можем также расширить или сузить диапазон. Давайте поставим где-нибудь около 198. У меня выбран просмотр в градациях серого. И мы перед собой видим по сути маску слоя, которую получим на слое 1. И сможем воздействовать только на блики. Сюда, конечно, попала рубашка и некоторые другие области. Но на маске слоя мы эти области можем легко с помощью кисточки исключить. Почему я выбрал команду цветовой диапазон? Потому что из всех автоматических и полуавтоматических способов выделения объектов, эта команда самая качественная. Она позволяет нам создавать полутоновые переходы между выделенной областью и невыделенной областью. Я нажимаю ОК. Загрузилось выделение. И я просто добавляю пустую маску слоя. И вот мы видим перед собой ту же маску, которую мы видели в окне цветового диапазона. Мне остается только режим наложения у слоя 1 установить на умножение. И видим, что блики у нас исчезли. Результат, конечно, чрезмерный. Давайте регулировать непрозрачность. Чтобы это сделать аккуратно и качественно, масштаб фотографии я поставлю 100%. Для этого два раза левой клавиши мыши щелкаю по инструменту масштаб. И теперь уменьшаю непрозрачность. 0, постепенно поднимаю, смотрю на блики. Удалять их полностью нельзя. А вот ослабить, конечно, очень желательно. Я думаю, 25% будет неплохо. Было вот так, стало вот так. Намек на блики остался. За счет чего у нас не теряется объем портретной фотографии. Но, если вы обратили внимание, у нас слегка теряется здесь текстура кожи. Было вот так, стало вот так. Поэтому я два раза левой клавиши мыши щелкаю по маске слой 1. И на палитре свойства слегка растушевываю эту маску. К примеру, поставлю 2 пиксела. Давайте посмотрим. Вот так у нас было до растушевки маски. Вот так после. Посмотрите, как качественно у нас получилось. Блик ослаблен. Текстура не потерялась. И фотография смотрится гораздо лучше. Ctrl 0. Давайте посмотрим. Вот такой снимок у нас был. Вот такой снимок мы получили. Посмотрите, как хорошо мы с вами ослабили блики. При этом, повторюсь, мы с вами не потеряли объем и текстуру на коже. Теперь посмотрим на области, которые у нас попали в область выделения. Это рубашка. Было вот так, стало вот так. Рубашка несколько затемнилась. Мне, в принципе, результат нравится. Но если на вашей фотографии появятся такие области, которые не надо затемнять, то просто-напросто выбираем инструмент «Кисть». На переднем плане черный цвет, непрозрачность нажим 100%. Увеличиваем размер кисти. И просто-напросто вот таким образом отрисовываем области, которые не должны подвергаться воздействию режима наложения умножения. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег. Сайт Photoshop Сундучок и канал «Фишки Фотошопа». Сайт Photoshop Сундучок и канал «Фишки Фотошопа».